Мы не раз рассказывали в своих сюжетах о новых детских площадках, которые появляются во дворах Видного. Благодарные родители и счастливые дети были их героями. Сегодня речь тоже пойдет о детской площадке. Правда, у родителей много пожеланий коммунальным службам, а дети чуть ли не каждый день получают травмы на требующих замены или, как минимум, ремонта игровых комплексах. Итак, Видное, Петровский проезд. Просторный двор Петровского проезда вечерами собирает большое количество людей. Чем-то напоминая советскую эпоху, старшее поколение устраивается на скамейках, чтобы скоротать за разговорами время. Молодые родители с детьми на детской площадке – молодежно-спортивные. Идеальная картина, только и вправду очень уж устаревшая. Первыми забили тревогу молодые мамы. В последнее время ребенка пустить на карусели в песочницу или на горку стало небезопасно. В первую очередь это заменить место расположения карусели, которые очень близко находятся к детской песочнице. Дети катаются быстро. И ни одно неосторожное движение, и ребенок может оказаться под карусели. Получить травму. У нас уже были травмы неоднократные. И рассыпается песочница. Деревяшки расходятся, гвозди торчат. Комплекс с тремя горками тоже требует реконструкции. Наталья живет здесь с 2007 года. Когда росла дочка, комплекс только поставили. Люди были довольны. Сейчас подрастает маленький Славик, которому повезло меньше. Доски, настила и ступеньки приходят в негодность. Но менять их не торопятся. Постепенно все начинает разваливаться. И дерево там где-то под гнило разваливается. Дети тут были недавно травмированы. Красили все, вымазались в краски. Я лично сама тоже вся ходила в краски. Ребенок тоже весь в краски. И одежда была испорчена. Она очень долго сохла. И высохла, наверное, только через полтора месяца. То, что дворовые конструкции требуют обновления, признают и другие жители Петровского. Скамейки неудобные. Все уже как бы поломались они. Мое желание, чтобы поменяли скамеечки, на которых бабушки сидят. Побольше, чтобы их было. Ну и, конечно, вот эта горка. Она уже вся дырявая. Туда несколько детишек себе травмировали ножки. Ушибы были у них. Проваливались туда. Именно это и заставило обратиться родители к нам в редакцию. Злосчастную доску работники ЖКХ вынули. А новую поставили лишь два дня спустя. Но следом оторвалась другая. Не легче ли заменить все покрытие разом, а заодно и полугнилые ступеньки. А рядом футбольная площадка. Тут гоняют мяч и мальчишки, и девчонки с утра до позднего вечера. Младшие настолько привыкли к ямам и буграм, что просто не замечают их. Ну, хорошие здесь много игр. Футбольная горка есть, горки есть. А бугры тебе не мешают, которые на футбольной площадке? Какие? Вон там, видишь, он неровности. Нет. Ребята постарше помнят, какой эта площадка была в прежние времена. Несколько раз покрытие меняли. Было сначала зеленое покрытие, такое пластмассовое. Было тоже хорошо. А потом поменяли на черное. Вот такое покрытие. Оно первый год нормально служило, а потом уже началось бугры проявляться из-за травы. И стали ноги ломать, руки ломать. Получается, что вместо полезного отдыха на свежем воздухе детей во дворе ждут сплошные опасности. Нет средств, чтобы привести в порядок площадку. Но ведь здоровье детей дороже. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Наталья Буслаева, Видное ТВ. Продолжение следует...